Урок 12. Задача первая. При пересечении двух прямых образовалось 4 угла, которые меньше развернутого. Найдите больший угол, зная, что градусные меры двух из них относятся как 1 к 5. Это отношение смежных углов, потому что вертикальные углы равны. Давайте меньший из двух смежных углов обозначим за х, его градусную меру за х градусов, а больший из них 5х. Отношение 1 к 5. Одна часть и 5 частей. Смежные углы в сумме составляют 180 градусов. Решая уравнение, можно найти х. Х равен 30. Вопрос задачи. Больший угол. Больший угол в 5 раз больше, чем 30 градусов. 150 градусов. Ответ. Задача вторая. При пересечении двух прямых образовалось 4 угла. Один из 4 углов прямой. Могут ли градусные меры остальных трех относиться как 1 к 3 к 1? Если один из углов прямой. Значит, угол смежный с ним тоже будет прямым. Угол вертикальный тоже прямой. Вертикальные углы равны. Значит, и здесь тоже 90 градусов. Значит, все 4 угла по 90 градусов. Значит, отношение 1 к 3 к 1, Кому остальных трех углов быть не может. Значит, ответ – нет, не может. Задача третья. Угол АОБ и БОЦ смежные. А смежные углы в сумме составляют 180 градусов. Известно, что угол АОБ на 30 градусов больше. Значит, градусную меру угла АОБ обозначим х плюс 30 градусов. А градусная мера угла БОЦ – х градусов. Сумма двух смежных углов – 180 градусов. Решая это уравнение, можно найти х. Можно назвать градусную меру угла АОБ и БОЦ. Так, луч ОН перпендикулярен прямой АС и находится в той же полуплоскости, что и луч ОБ. Надо найти градусную меру угла БОН. Итак, если луч ОН перпендикулярен прямой АС, значит, угол АОН и угол НОЦ – прямые углы. Угол БОЦ – 75 градусов, а угол НОЦ – прямой. Значит, 90 градусов минус 75 градусов получится 15 градусов. Значит, угол БОН – 15 градусов. Задача четвертая. Назовите наибольшее число прямых углов, которое может образоваться при пересечении четырех прямых в одной точке. Синим цветом показано две прямые из четырех, которые пересекаются все в одной точке. Две пересекающиеся прямые под прямым углом образуют четыре прямых угла. Зеленым цветом показаны еще две прямые, которые тоже пересекаются в той же точке. Они образуют еще четыре угла. Четыре до четыре будет восемь. Ответ – 8. Задача пятая. Прямой угол разделен лучом, исходящим из его вершины на два угла, такие, что треть одного равна шестой части другого. Найдите две трети меньшего угла. Давайте градусную меру меньшего угла обозначим за х градусов, большего за у градусов. В сумме два этих угла составляют прямой угол 90 градусов. Значит, можно выразить х через у. 90 градусов минус у градусов. Одна треть меньшего. Это одна шестая большего. И вот в это равенство вместо х можно подставить 90 градусов минус у. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая уравнение, находим у 60 градусов. Значит, х – 30 градусов. Меньший угол – 30 градусов. Вопрос задачи – найдите две трети от меньшего угла. Значит, две трети надо умножить на 30 градусов. И получится 20 градусов. Ответ в этой задаче.